Всем привет! С вами BadPolygon, и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока – Джош Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Телеграм и страницу Фейсбук я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет, это Джош Пауэрс из Quixel, и сегодня мы продолжим серию уроков о Mixer's Mask Stack, рассмотрев невероятно полезный компонент Map. Итак, приступим. Компонент Map в сочетании с Mixer позволяет использовать изображение текстуры в качестве маски. Этот компонент не только позволит вам применять собственные маски, которые вы, возможно, извлекли из фотографий, созданных в другом программном обеспечении, но также позволяет вам использовать библиотеку Megascans, предоставляя вам тысячи и тысячи поверхностей на выбор, не покидая миксер. В первом раскрывающемся меню есть три варианта – Custom Image, Layer Map и Library Asset. Custom Image является настройкой по умолчанию, поэтому мы начнем с него. Как вы, наверное, догадались, Custom Image позволит нам выбрать файл изображения на нашем компьютере для использования в качестве маски. Выбрав Custom Image, мы можем перейти к следующему раскрывающемуся списку и либо выбрать Custom Image, который уже используется, либо нажать Add Image, чтобы выбрать новый пользовательский файл. Затем мы просто выбираем маску, которую хотим в сцене, и вуаля, изображение теперь действует как наша маска на этом слое. Но мы еще не закончили. Как я уже упоминал ранее, с помощью этого компонента мы можем использовать всю мощь и качество библиотеки Megascans. Итак, давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Давайте в раскрывающемся списке изменим Custom Image на Library Asset. Теперь мы можем просматривать в библиотеке поверхность Megascan, которая наиболее точно соответствует нашим потребностям. Этот параметр работает не только с поверхностями Megascan, но также с картами Atlas, 3D-активами, а также Imperfection и Displacement. Итак, давайте продолжим и выберем этот материал, и вы сразу же увидите, что у нас есть новая маска, основанная на этой поверхности. Вы могли заметить, что под этим параметром появился новый раскрывающийся список. Это раскрывающееся меню позволит нам выбрать тип текстуры поверхности для использования в качестве маски. Сейчас мы используем карту поверхности Ambient Occlusion, но мы можем выбрать поверхность Albedo, Cavity, Displacement и так далее. Файлы текстуры, связанные с этой поверхностью, которую вы загрузили, должны быть доступны в этом раскрывающемся списке, что дает вам множество различных видов и опций для работы с каждой поверхностью. Это действительно увлекательный и отличный способ изучить различные образы и идеи для ваших текстур, и вы можете быть удивлены, как несвязанная поверхность может дать вам именно тот вид, который вам нужен. Так что обязательно попробуйте. Одно из наших основных направлений Mixer – это оптимизация. И с учетом оптимизации мы также добавили параметр Layer Map для этого компонента. Итак, что такое Layer Map? Что ж, Layer Map позволит вам использовать любой из слоев, которые в настоящее время вы микшируете для маски карты. Это работает так же, как опция Livery Asset, за исключением того, что в данном случае библиотека – это только то, что вы уже загрузили в свою сцену. Итак, если я выберу Rusted Metal Shade, который я уже загрузил в свой стек слоев для получения некоторой подробной информации, я могу использовать любой из типов текстур, которые я связал с этой поверхностью для моей маски, точно так же, как с вариантом Library Asset. Однако, используя текстуры, которые уже загружены в сцену Mixer, я экономлю память, что помогает поддерживать мой микс оптимизированным и плавным. Когда вы потратите время на текстурирование ресурса с помощью различных поверхностей Megascan, вы будете удивлены тем, как часто вы можете добиваться желаемого вида, используя данные, уже загруженные в вашу сцену. Здесь внизу есть еще несколько настроек. Normalize позволяет нормализировать диапазон значения яркости пикселей карты. Invert, естественно, инвертирует результаты. А Range делает все то же самое, что и в других компонентах, которые мы рассмотрели. Левый ползунок отображает темные, правые и белые. Соединив их вместе, мы получим резкий переход. Теперь давайте применим этот мощный компонент на практике. Здесь у нас есть маленькая емкость для патронов из библиотеки Megascans. Она уже выглядит великолепно, но, скажем, мы хотели бы еще немного ее испачкать для сцены, которую делаем. Что ж, компонент Map в сочетании с некоторыми Megascans – отличный способ сделать это. Первое, что мы сделаем, это активируем слой Stay, который представляет собой ржавую металлическую поверхность из библиотеки. Цвет такой же, как у базового альбедо, емкости с боеприпасами. Давайте создадим слой Mask Stack, а затем мы добавим компонент Map. В раскрывающемся списке выберите Library Asset, а затем щелкните значок папки, чтобы выбрать поверхность. Опять же, хоть и можно использовать любую поверхность, я считаю Imperfection прекрасным способом быстро добавить реалистичные детали к материалу. Итак, для этого слоя давайте выберем эти потеки из Imperfection. И перейдем в режим маски, а затем установим текстуру на Mask. Теперь нам нужно просто немного поиграть с диапазоном, чтобы мы могли выявить детали этих потеков. И вот так. Выглядит неплохо, но давайте вернемся к маске и добавим еще один компонент Map. Выберите режим Library Asset. А затем выберите текстуру Grunge, чтобы она была поверх текстуры Leakage. Опять же, мы просто подкрутим ползунки диапазона, чтобы получить желаемое значение. А затем установим режим наложения на Add, чтобы все более яркие пиксели перенеслись на слой ниже. Теперь это кажется слишком ярким, поэтому мы можем немного уменьшить непрозрачность, чтобы сделать этот эффект немного более приглушенным. Вот и все. И вот так мы добавили несколько красивых пятен и деталей, которые не только нарушают значение альбедо-короба, но и шероховатость, которая действительно выделяется под некоторыми из этих удачных углов взгляда. Хорошо, давайте добавим немного грязи и потертости, чтобы они образовались в некоторых из этих щелей. Для этого я использую песчаную поверхность из библиотеки. И все, что я сделал для этого слоя, это поигрался с масштабом. А затем установил альбедо на большее значение в градациях серого с режимом наложения Multiply. Давайте добавим Mask Stack и добавим компонент Map. Окей, мы установим источник использования для него Layer Map. А затем мы фактически выберем трехмерный ассет в качестве нашего источника. Это позволяет нам использовать любую из исходных текстур трехмерных мешей в качестве маски. Щелкните раскрывающееся меню и выберите ассет AO или карту внешней окклюзии. Если мы вернемся в режим маски, вы увидите, что похоже, что мы отображаем карту ассета AO, но на самом деле это наша нынешняя маска. Теперь мы хотим, чтобы эта грязь и сажа накапливались в расщелинах и в других местах, где карта AO будет темнеть. Итак, чтобы эта карта AO действовала, таким образом мы инвертируем результаты. Затем мы просто потянем правый ползунок диапазона, чтобы маска расширилась немного дальше. И вы увидите, что мы смогли быстро увеличить немного грязи возле щелей. Однако мы можем сделать еще немного интереснее, добавив сверху еще один компонент Map. Что ж, снова установите здесь на Layer Map и выберите слой Dirt Green, над которым мы сейчас работаем. Оставьте раскрывающийся список на Альбедо, а затем мы просто настроим диапазон, чтобы получить красивый контрастный пятнистый вид. Затем мы просто установим режим наложения Overlay, что даст нам красивый фоллоф на маске. Это тонкое дополнение, но оно действительно помогает более естественным образом подать переход от грязных трещин, чем просто градиентный переход. И, наконец, давайте добавим немного больше ржавчины и темноты по углам коробки. Хорошо, активируйте слой, добавим Mask Stack, а затем начнем с компонента Curvator. Обязательно установите Edges Only, а затем мы потянем правый ползунок диапазона, чтобы получить красивые яркие края. Теперь это выглядит неплохо само по себе, но кажется слишком однородным в ржавчине и износе. Итак, что же мы можем сделать, чтобы исправить это? Мы можем добавить компонента Map поверх Curvator, установить для него значение Layer Map, а затем мы будем использовать слои с пятнами и потеками, используя карту Roughness с поверхности, а затем мы максимально сведем ползунки диапазона внизу, чтобы получить сильный контраст. А затем все, что нам нужно сделать, это установить наложение Multiply. Путем умножения этого компонента Map на Curvator, мы удалили фрагменты результатов кривизны, чтобы разрушить более процедурный вид компонента Curvator, и добавьте к нему больше естественных форм и гранжа. И если мы вернемся в режим PBR, мы сможем увидеть окончательные результаты. Я надеюсь, что это руководство было полезным, и что вы смогли понять, почему компонент Map – один из моих любимых в Mask Stack. Вместе с тысячами поверхностей в библиотеке Megascans, он позволяет вам быстро добавлять фоториалистичные детали к вашим текстурам всего за несколько кликов. А при использовании вместе с мощными процедурными компонентами Mask Stack, вы получаете возможность создавать невероятные текстуры быстрее, чем когда-либо. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok